здравствуйте вот и пришло после двух видео с обзорами этих зарядников их сравнить и все-таки выбрать какой из них лучше и какой ну и какой лучше действительно продавать ну внешний вид у них похож но вот этот чуть побольше этот меньше но у этого сразу на корпусе видим вот такие вот углубление для того чтобы было его удобно доставать из розетки это подкупает здесь подкупает вот эта рамка но не более того то есть вот это вот все затирается это нет ну вообще в целом то вот у этого корпуса поинтереснее получше и ты пластик такой и заклеен он его трудно было мне его разобрать я втыкал в него нож вдалбливал в скальпель медицинский вот он но и покрепче он мне кажется ладно оба они разобраны сейчас давайте сразу смотреть значит что внутри ну как мы уже раньше видели вон так плюс здесь немножечко не оттерт да есть такое дело вообще такой вот ну сделаны сделал я не хочу сказать что он там что-то по что-то очень плохо в нем сделано ну как как-то он сделал сейчас идет речь и разговор о том какой выбрать и какой бы я бы наверное выбрал давайте так я основываюсь только на своем мнении сейчас не ничего не буду не уговаривать но вот мне кажется что вот этот что вот этот по корпусу все-таки интереснее ладно его я тоже вскрыл этот мы уже рассматривали прошу обратить внимание да вот на такие нас ну сопли они даже и не страшные ну вот плюс не оттерт хорошо и платки здесь две управляющая микросхема быстрой зарядкой здесь по другим обозначением здесь она совсем по-другим вот ну давайте смотреть чем этот отличается от того во первых мы смотрим что проводов нет хорошо это сделано на контактных площадках но что бросается в глаза что изолятор изолятор 220 вот он то есть кто-то позаботился поставил сюда вот эту вот пластинку и это уже говорит о том что кто-то действительно позаботился о том чтобы ну какая-то была безопасность откуда почему что за безопасность все мы знаем что при включении даже слабеньких всяких разных источников питания происходит искрение здесь производитель попытался максимально от этого избавиться во первых стоит конденсатор вот параллельно 220 вот они контактные площадки и все и все это дело закрыто между двумя пластинами здесь вообще ничего никто не подумал припоели проводки платка засунули вовнутрь и все а здесь уже сразу видно что уже кто-то что-то подумал так поехали дальше скрывать тогда все она там поинтереснее по потуже сидит флюса мы видим здесь намного меньше и еще одна такая же изоляционная пластинка то есть у кого-то паранойя можно подумать да вот такие у китайцев но нет они просто взяли вот и оградили до высоковольтная часть вот вот здесь вот и низковольтная чтобы что-то там не соприкасалась чтобы не дай бог где-то что-то заискрило что-то где-то пробило то есть все они сделали грамотно и даже вот эти вот как это жвачки называют они тут заливают и туда залита вот это вот просто я уже вскрывал его да да у меня оторвалось вот но в любом случае это же все сделано для того чтобы ну для надежности для надежности здесь действительно конструктор я не знаю не конструктора кто-то производитель постарался и собрался и сделал это зарядное устройство я уж его вскрываю я не знаю не думаю что понадобится моему поставщику вот здесь микросхема уже более известная на нее есть дата шит на нее можно все посмотреть в интернете она есть ну если я не ошибаюсь 21 айпи 2188 вот эта микросхема отвечает за протоколы power delivery да на нее все есть ну в общем вот мне этот блок питания нравится намного больше чем вот этот несмотря на их размеры ну кстати даме и размеры тоже важны здесь трансформатор побольше соответственно мощность будет побольше и может быть он выдержит какие-то нагрузки тоже больше что касается платы и флюса конечно же он тоже есть но вроде бы как поменьше чем здесь так что на мой взгляд выбор очевиден хотя нет так я не скажу потому что это будет принуждение пропаганда нет мне больше нравится вот это зарядное устройство это ну и у него и корпус лучше и в общем а китайцы тут немножко постарались над конструкцией они голову немножко поломали здесь же просто запихали в корпус и считает что этого достаточно вот на этом пожалуй все всем спасибо пока